Вот это я купила в Магните, и вышло это все на 1170 рублей, поэтому, чтобы покупать продукты выгоднее в магазине Магнит, проще заказать доставку. Ведь, перейдя по ссылке внизу в описании, вы можете получить себе промокод на доставку в приложении со скидкой 30% на первый заказ, поэтому не упустите и обязательно заказывайте. Давайте я вам сейчас покажу, что же я купила. Вот такую взяла минералку, вот такой вот вещь для салата, сырочки, огурчики, 3 фрута няни, я одну уже съела, ой, это огуша, и помидоры. Не знаю, у меня пол дня крутится видео, еще вот непонятно, что тут происходит. Короче, я не знаю, я хотела чем-то заняться этим вечером, ну не чем-то, а типа у меня была задача, чем-то поснимать там ролики, там все такое, да, ну хотя бы ролики, да, поснимать. У меня как бы много разных дел есть, но типа ролики это хотя бы что-то, типа чем-то, да, заняться полезным. В итоге, короче, вы может быть знаете, что я законодательствовала с Бруно, Бруно Бес, это просто, просто я его уловила с первого взгляда, потому что это просто я, если бы была мальчика, потому что он такой же, такой сумасшедший, наверное, как и я, и такой же веселый, любит танцевать. И знаете, я не понимаю, типа я реально не понимаю, я даже такого не испытывала. Ну не, у меня как бы было такое, что ну как бы, ну я красивая, там все такое, можно пользоваться, писать мужчинам, но видимо не все заходят там, моя внешность и так далее. И да, ну много каких-то таких тиктокеров из Турции меня как-то это, ну начали дурить, я такая, давай типа коллапиться то-то-то, я не знаю, потом какой-то просто игнор. Типа меня это так задевало, потому что типа какого хера, типа у тебя 40 тысяч подписчиков в тиктоке, у меня почти на 100 тысяч больше, чем у тебя, не в тиктоке, а за ютубе, ну какая разница. Ты немножко задевала, но я такая, ладно, типа окей, ну там реально прикольный мальчик, я с ним не законнектилась, но типа блин, я не думала, что всем нравится там и так далее, может у кого-то целей таких нету, не понимаю, типа что нужно в какой-то иностранке. И здесь я не понимаю, вроде бы я ему нравлюсь, вроде он подписался, вроде он меня периодически иногда лайкает. Ну такая сухость в общении, как будто бы это его типичность или вообще нет, он не спрашивает у меня, то есть я просто спрашиваю у него, да-да-да-да, какой-то вопрос задаю, и он мне отвечает и не задает в ответ, типа ему вообще не интересно про мою жизнь ничего. И это меня так огорчило сегодня, что он так сухо мне отвечает на самом деле, что у меня же прям это грустно стало, я не нахожу свое место, это вообще ступо звучит, наверное, человек, с которым я никогда не знаком, но я очень хочу с ним как бы познакомиться ближе, потому что такой прикол, что он мне приснился, ну он мне снился, да, и в это же время он мне ответил. То есть когда так это произошло, просто какие-то чудеса на самом деле, как это может быть такая связь, он мне еще потом раз-два снился, сегодня мне снилось, то есть у него в сторис была показана лягушка, она как-то по-другому называется, она типа жаба-лягушка, не знаю, и она мне снится только уже в моей квартире. Короче, не знаю, мы как-то с ним связаны, но вот эта сухость в ответе, как будто бы ему абсолютно пофиг на меня, хотя он даже отвечал на мою сторис, но я не каждый день сторис-то выкладываю. Короче, не знаю, как-то странно, если чувствую, обычно мужчины за мной бегают, а тут что-то не понятно, да что. Мне это, для меня это очень странно как-то, я не знаю, я немножко загналась, потому что прям, знаете, я надеюсь, что там будет вообще не до какого-то, я не понимаю, как мне это дальше двигать, как будто я тащусь на себе, и мне как-то, не знаю, как будто вообще навязываюсь, не люблю это ощущение. Короче, не знаю, что будет, надеюсь, что все самое лучшее. Просто, знаете, это все называется ожидание. И не знаю, я вот привыкла вообще не ожидать чего-то, что вот будет вот так, вот так вот. И знаете, становится прикольно, знаете, когда ты такой, типа, я желаю, и я это получаю. И типа реально такое бывает, какие-то там мечты и желания не спутаются, такой, вау, это просто чудеса, все, как я и хотела. Но порой, знаете, происходят такие моменты, они просто немножко выбивают, потому что, знаете, я словила вот эту вот грусть, тупейшую грусть. Потому что вот я хотела, чтобы было вот так вот, а вот так не происходит. И типа я думаю, как это все вывести вот туда, это слишком сложно, потому что, девушка, а можно как бы ко мне больше внимания, а не я внимания буду давать. Ну что ж, сегодня вновь тот день, когда утро, день, обед, уже как бы 13.13, и я проснулась где-то в 12 пока туда, пока сюда, еще даже не позавтракала, вот только сижу, чай пью. И вот знаете, то чувство, когда, типа, вроде все хорошо, а тебе просто как-то странно, становится немножко грустно, если ты думаешь, блин, что это, ну почему, почему все так в жизни? В общем, все нормально. На самом деле, это очень прикольно, осознавать то, что вот у меня по матрице судьбы, там, взаимодействие с людьми и так далее. Я всегда думала, что, ну типа я веду соцсети, это мое взаимодействие с людьми, как бы мне тут достаточно, мне так хорошо одной, я не требую, я не нуждаюсь в том, чтобы каждый день куда-то ходить, с кем-то видеться, но, блин, эти новогодние каникулы, это было очень классно. Я виделась, можно сказать, практически все время с моей двоюродной сестрой, и мы, просто энергия так раскачалась, что просто ко мне начали люди тянуться, которые, ну, я хотела. И это просто чудеса как будто происходить, и это очень классно, и мне кажется, именно, когда я так живу, то ко мне еще больше чего-то притягивается и масштабируется. Всем привет, просто хочу рассказать о чем-то реально очень странном. Я два года назад, короче, ну, знаете, где я жила, в Сочи и так далее, там знакомилась с людьми, и там я понравилась одному мужчине, ему было, по-моему, не знаю, 24, а может меньше, я не помню, честно говоря. И я тогда таких как бы не рассматривала, он был для меня слишком молод, но я была первой, кому я понравилась, но он не рискнул со мной танцевать байчату, не знаю, может, потому что мне 18 лет не было. Я, короче, не знаю, но, короче, он стоял, мешкался, и в итоге другой мужчина постарше его, которому мне нравилось, подошел, и мы танцевали с ним байчату. Короче, вот два года назад я была у него на днюхе, потому что он отмечал там же, где я жила. Да, год назад я его поздравляла с Дере, в этом году я тоже поздравляла с Дере, и как бы он ни разу меня не поздравил с Дере, но как бы ладно. Мы жили даже с ним в палатке, в походе, но так получилось, что мне нужно было с кем-то притесаться, и вот я жила с ним в палатке, и у меня уже был парень мой, оба. И, короче, реально, он спустя два года такие трансформации сделал, что смотрю и думаю, боже, краш, краш. Ну, только эти свои носки все время одевают яркие, это так странно выглядит, типа, когда, ну, такое все, ну, друг к другу подходит, какие-нибудь оранжевые, там, желтые носки. Ты на это смотришь, что-то вообще-то вообще. Ну, знаете, я вот смотрю на его жизнь, и он такой счастливый, но, типа, за два года он реально стал очень богатым. Он нашел себе девушку, в общем-то, прям вот улучшился, можно так сказать, и вот он так занимается спортом, там, утром идет, что-то бегает, там, потом на велосипеде, потом еще что-то. Короче, он прямо вот такое вот в движении, и мне порой так завидно, потому что я тоже хочу, знаете, что-нибудь такое, путешествует много. В прошлом году вообще Латинскую Америку, одиночку, без особого бюджета проехал, и это прямо вообще вау. Я прямо вообще поражаюсь людьми, которые, так скажем, с которыми я знакома, потому что мы так все трансформируемся. Блин, я не знаю, что с моими снами, обычно мне какая-то, обычно мне снится какая-то дичь, и как бы, ну, часто было так, что, допустим, если, я не знаю, там, мы расстались с Вова, значит, мы не расстанемся, как бы, в жизни. Вот так, ну, типа, наоборот снится, но, знаете, короче, вот эта ситуация с Бруно, когда он мне приснился просто ни с того ни с сего, в этот же, ну, в то время, когда он мне снился, он мне написал, потому что у него время другое, вот, и проспаюсь, такая, а, что? Что? Сегодня, короче, я вспоминала моего кое-кого, о нем я написала песню «Лучшие моменты», и я такая, ну, вчера заходила, вечером смотрела его аккаунт в ТГ, в ТГ, в ТГ, у него там телефон теперь американский. Короче, он переехал в Америку со своей барышней, и мне снился сон, где мы, типа, в бизнес-туре, где он и его, вот эта барышня, я зашла в их номер, вот, что-то там посмотрела, вышла, типа, бесплатно. Что-то, короче, такое, мы куда-то ехали по России, то ли из Нижнего Новгорода куда-то, то ли в Нижний Новгород, короче, что-то такое, на автобусе бизнес-тур, какие у нас там препятствия и так далее, короче, блин, что это, мне снится вообще? Что это? Также, короче, было, когда Бруно выложил лягушку, мне она просто приснилась потом, ну, короче, я не знаю, что это такое происходит, это очень странно, прям, у меня такого не бывает, что вот я, ну, как бы, что-то посмотрела, и мне потом это снится. Субтитры сделал DimaTorzok